Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац. Здравствуйте. Здравствуйте, Майк. Я напомню, что журнал The New Times можно найти на сайте newtimes.ru, там расположены все свежие материалы, новости и аналитика. Собственно, сегодня стало известно о том, что Монтулеев остается в той или иной степени во властных структурах Кемельской области. Он на данный момент депутат регионального парламента, и говорят еще о том, что он, возможно, его возглавит. Собственно, как это вообще вы воспринимаете в контексте его вот этого видеообращения, где он говорил, что на нем груз моральной ответственности, и он не может вот в таких ситуациях оставаться губернатором? Видите ли какое-то противоречие, и как вообще оцениваете такой шаг? Майки, к сожалению, тут можно, конечно, говорить о том, что институт репутации, во всяком случае, людей власти в России либо отсутствует, либо крайне искажен. Можно говорить о том, что люди не думают о том, как, что о них скажут в истории. В общем, все это пустые слова. Потому что мы с вами живем в авторитарной стране, где существует несменяемость власти. Тулеев на последних своих выборах набрал там 90 с чем-то процентов. Такого не бывает, понимаете? Вообще ни практика, ни теория электоральной политики не допускает, чтобы за одного человека проголосовало больше 75%. А многочисленные исследования говорят о том, что если голосуют больше 75%, то два варианта. Либо фальсификации были на стадии самой кампании, когда оппоненты не имели возможности нормально конкурировать с провластным кандидатом, либо были фальсифицированы уже непосредственно в этих урнах для голосования. Поэтому что об этом говорить? Значит, это несменяемая власть, которая вначале предпринимала какие-то ужимки и прыжки и называла себя то суверенной, то еще какая-то, и делала вид, что здесь есть выборы, и делала вид, что здесь есть принцип разделения властей, и делала вид, что есть сменяемость. И поэтому Путин уходил в 2008-м, а Медведев приходил и грел ему место. Сейчас они перестали делать этот вид, потому что мы живем с вами, к сожалению, в и либеральном цикле политическом, это совершенно очевидно. 2012 год, показывают данные Freedom Forum, что 2012 год идет коррупция демократии в разных странах мира, а именно в 71 стране мира показатели, связанные с политическими свободами и гражданскими правами, ухудшаются. Только в 31 стране они улучшаются. Очевидно совершенно, мы попали в эту реверсную волну, это то, что Сэмюл Хантингтон, знаменитый ученый, профессор городского университета, у которого я училась, который называл это вот эти возвратные волны, после волны демократизации идет возвратная волна. И видно, что это идет такой, и мы попали в этот либеральный цикл. В этой же конве, понимаете, то, что сегодня Законодательное собрание Екатеринбурга проголосовало за отмену выборости мэра. Ну, какие нормальные политики, нормальные депутаты, которые думают о каком-то политическом, даже собственном будущем, будут за такое голосовать? Они же себе стреляют в ногу. Но все это сделано для того, чтобы популярный, очень популярный в Екатеринбурге человек Евгений Ройзман не смог избраться мэром. А у Ройзмана есть достоинства, и поэтому он уже сказал, что он не будет даже конкурировать за, просто быть назначенным мэром. Как, как, что это вообще за безобразие такое? Понимаете, вот это все, это, к сожалению, и в этом смысле, именно поэтому, и, так сказать, после так называемых выборов, первая поездка, одна из первых встреч Путина была с эмиром Катара, тоже, так сказать, супердемократическая страна, а летит он в Турцию и встречаться с Эрдоганом, который точно так же переделывает под себя законы, ну, Эрдоган еще и кромсает Конституцию, чтобы никогда не уйти от власти. Вот это другая еще любопытная тема, понимаете, что, конечно, когда идет такой и либеральный цикл, то вот становится модным быть автократом. Вот в 90-х, 80-х, собственно, последняя третья волна демократизации, она началась с падением авторитарного режима в Португалии, диктаторского режима в 75-м году, и потом стало модно, да, ну, вот я иногда думаю о том, что это вот как модно, ну, вот бывает мода на туфли с острым мыском, да, а бывает с широким. Вот у меня такое ощущение, что что-то в этом есть. Вот сейчас мода на авторитаризм, да, и они, автократы, все друг у друга начинают перенимать какие-то эти дурные привычки. А там Си, который в Китае, который отменяет принцип двух сроков у китайских генсеков, Эрдоган в Турции, Путин в России и так далее, там, Трамп, который пытается, значит, тоже что-то такое перенять от автократов. Да, они друг у друга учатся, они друг у друга принимают дурные привычки, а обществ, к сожалению, не хватает сил им противостоять. В России же еще колоссальная проблема связана с нижайшим качеством элиты. Нижайшим качеством. Это то, что характерно для всех стран посткоммунистического перехода, но в странах Восточной Европы, больших, так сказать, таких провинциях, колониях Советского Союза, все-таки у них период тоталитаризма был значительно короче. Наши 70 лет, конечно, совершенно искалечили человеческий капитал и произвели на свет в Новой России крайне ограниченную, безумно коррумпированную, жадную, совершенно лишенную представления о общем благе элиту. Ну, за редким исключением, понимаете, мы можем там назвать имена Дмитрий Зимин, Сергей Петров. Но, в общем, мы же с вами понимаем, Сергей Гуреев, но мы понимаем, что это отдельные люди, которые даже непонятно, каким образом они могли в Отечестве образоваться. Абсолютное большинство – это, конечно, ниже нижнего предела. Такая даже не осетрина не второй свежести, а там третий с сильным душком. Вот такая беда у нас с властью. Так что, что там говорить, какая разница, кем будет Тулеев? Вот я сейчас читаю, все об этом пишут. Ох, Тулеев будет спикером Кемеровской области. Ах, а как же он говорил, что вот после такой трагедии. И что? Ну и сказал. И кого это волнует? Его это волнует? Нет. Ему оставили все причиндалы власти, резиденцию, помощников, машины. Все. Это надо даже, я думаю, знаете, перестать обсуждать. Потому что либеральный цикл, вот я так посчитала, в общем, он в среднем идет примерно 15-20 лет, чуть иногда больше. Ну что ж, надо попытаться дождаться. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся к особому мнению Евгения Альбац. У микрофона Майкл Найки. В гостях у нас главный редактор журнала The New Times Евгений Альбац. Вот вы описали, что, во-первых, есть большой тренд, который как бы против того, чтобы у нас была либерализация. При этом еще у нас это все ухудшено в стране, по вашим словам, тем, что у нас был очень большой период, и у нас нет нормальных элит. Тогда возникает вопрос, а надо ли вообще пытаться что-то делать. Вот вчера в Екатеринбурге попытались выйти на митинг, по-разному оценят его численность, говорят, несколько тысяч человек на нем было. Имеет смысл предпринимать вообще такие попытки, если это в целом такие большие процессы, влияет ли как-то общество на них? Майки, вы какую штангу можете поднять? Честно говоря, не пробовала. Не пробовала. А я люблю и пробовала. Значит, на 50 килограмм я себе малость устроила грыжу. Так вот, но при этом, прежде чем поднять лежа, значит, джим 50, я сначала поднимала там 20-30 и так далее. Вот то же самое с обществом. Демократия – это и есть процесс обучения. И демократия рождается внутри авторитарных систем. В тоталитарных системах она почти не может зародиться. Мы это видим, например, в Северной Корее. Это было невозможно в Сталинском Советском Союзе. Это было невозможно в Китае мало. В авторитарных системах, где властитель меньше занимается тем, что в головах у людей, и больше тем, как украсть все, что только возможно, в общем, остается какое-то место для формирования гражданского общества. Вот то, что вчера происходило в Екатеринбурге, это попытка поднять штангу. Потому что для того, чтобы… Ведь что делает власть в любой авторитарной стране, и в России она делает это тоже очень успешно? Она уничтожает все живое вокруг себя. Вот чтобы ничего не выросло, чтобы все говорили, что выросло… А кто, если не Путин? Ведь почему главное, почему они не пустили на выбор Навального? Ведь отлично понимали, что Навальный не сможет победить Путина. Он не мог выиграть эти выборы. Но Навальный мог прийти сильным вторым. И таким образом вот этот вопрос, кто, если не Путин, получил бы ответ. Да, ребят, есть вариант. Если не Путин, то кто? А вот, посмотри, вот есть Навальный, вот есть Ходорковский, там, я не знаю, там есть Ройзман, там, еще кто-то. Понимаете, в чем дело? Они выжимают все вокруг себя, чтобы вот эту девушку под названием «Россия» никто больше гулять не мог. Только они. Как умеют… Ой, беда просто какая-то. Так вот, поэтому все равно эту штангу надо все время поднимать. Все равно надо все время сопротивляться. Потому что как только общество перестает сопротивляться, становится совсем плохо. Мы ускорены, у нас идет процесс сейчас трансформации режима, с моей точки зрения. Мы ускоренными темпами движемся к корпоративистскому режиму. Это режимы совсем… Они, где сфера предназначения уже совершенно закрытая, да? И поэтому для того, чтобы не позволить им совсем закрыть все двери, надо все время сопротивляться. Вот просто постоянно это надо делать. Как только система чувствует, что сопротивление такое, что это может вызвать для них неприятность, она чуть-чуть отступает. Посмотрите, как было с Волоколамском. Они же совершенно не ожидали, да? Что люди вдруг выйдут на улицу, начнут сопротивляться тому, что их травят какой-то там свалкой, да? Вот. Они посмотрели, раз собрались довольно жестко, сменили там какого-то стрелочника, второй раз собрались, пришел к ним, это было еще период, когда голосование, поэтому надо было очень аккуратно действовать, чтобы, не дай бог, черных шаров не набросали больше, чем ожидали. А потом посмотрели, как-то люди, ну, как дальше что-то ничего не происходит. А, ну, тут и можно на 15 суток посадить там человека, которого сочли организатором протеста. Да и выборы закончились. Ну, естественно, сейчас уже не надо никаких, ничего делать не надо. Вот в этом, понимаете, в чем проблема этого либерального цикла, что не надо даже делать вид, что здесь существует какая-то претензия на демократию, да? Тем более, что Соединенные Штаты, которые были таким как бы вот лидером демократического мира, и на них все время все оглядывались, да? Они эту роль совершенно потеряли. В Белом доме сидит, как говорят, пишут сами американские СМИ, самый некомпетентный президент в истории этой страны. Ну, я думаю, там было с кем ему, конечно, посоревноваться, Трампу. Ну, во всяком случае, который предпринимает внутри страны такие шаги, которые, ну, вызывают только дрожание всех членов. Так что сопротивляться все равно надо. Насколько высоко надо было поднять эту штангу, допустим, в Екатеринбурге, и чем это измеряется, численностью или чем, для того, чтобы это реально могло повлиять на результат, например, по тем же отмене или неотмене выборов? То есть, где тот критерий, на который ориентируется власть? После 18 марта ни на каких не было, шансов не было. Это опять, но это не значит, что это не надо пытаться сделать. Майки, ну, если вы ухаживаете за девушкой, она вам нравится, а вам говорят, вы знаете, вот у вас шансов никаких. Вы что, отступитесь? Ну, может, вы отступитесь. Через какое-то время, мне кажется, каждый отступится. Или все перейдет к харассменту? Ну, как, почему к харассменту? Харассмент – это когда вы нарушаете право другого человека принимать собственное решение. Вот что такое харассмент. Он может относиться, может быть, и в отношении мужчин, и в отношении женщин. В данном случае пол не важен. Нельзя навязывать свое «хочу» и «не хочу». «Хочу» надо держать в штанах. И лучше вот особенно, или там в каких-то других, значит, одеждах. Нет, все равно сопротивляться очень важно, понимаете. Вот в этом смысле опять, понимаете, как любопытно. Вот Навальный сегодня, где-то я прошла, значит, юрист фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал о том, что они будут проводить съезд новой партии, у которой название, рабочее название. Почему они это делают? Ну, понятно, потому что у них тут же украдут это название, как украли название партии «Прогресса». До этого я уже не помню, у них еще какое-то было название, я его сейчас забыла. Тоже его украли и так далее. Поскольку в стране существует штатный воришка, который – это мое оценочное суждение. Абсолютно мое оценочное суждение. Мне кажется, что господин Богданов, да, вот он такой мелкий пакостник. Мелкий, отвратительный пакостник. Который все время выполняет задания по тому, как у кого-нибудь что-нибудь политическое украсть. Так он украл у Касьянова название партии, у Навального и так далее. Но почему я об этом заговорила? Понимаете, потому что вот это надо делать, даже когда кажется со стороны, что это совершенно бесполезно. Что переломить это очень тяжело. Мы с вами никогда на самом деле не знаем. Ведь чем еще интересны авторитарные режимы? Они еще интересны тем, что они могут вдруг обваливаться. Вот консолидированные режимы тоталитарные, да, вот они такие долгие. Они долгие и вязкие. Корпоративистские режимы, в общем тоже, вот режим Салазара в Португалии, режим Франко в Испании, это все были корпоративистские режимы. Они были долгие, да. Режим Муссолини в Италии, абсолютно корпоративистский режим, да. Он был короткий в силу Второй мировой войны, да. И, собственно, избрание Муссолини в 22-м году. И сейчас принято считать началом вот этой реверсной волны, когда началось скукоживание прав, политических прав и свобод. Вот, понимаете, я забыла, о чем я говорила, как у вас был вопрос. Собственно, мы говорили о том, что вот наш режим, я так понимаю, не до конца тоталитарный, не до конца корпоративистский, поэтому есть какая-то возможность как-то на него давить, пока он совсем наглухо не закрылся. Я не думаю, что он, кстати, закроется совсем. Вот очень много на эту тему идет споров. Я не думаю, что режим в России вуалюционирует в сторону тоталитаризма. Он может стать более жестким, да, и я думаю, что это функция цены на нефть. Чем ниже цена на нефть, тем более жесткий будет здесь режим. Я не думаю, что он эволюционирует в сторону тоталитарного. Невозможно, потому что тоталитарный режим требует идеологии, требует наличия партии, вот этой, вокруг которой объединялась. Так было в фашистской Германии, и была национал-социалистическая рабочая партия Германии, как оселок. Так было в Советском Союзе, так было в Китае, так было во всех тоталитарных режимах XX века. Так что, нет, я не думаю, что... И нету никаких экономических причин, понимаете. Тоталитарные режимы очень часто происходят все-таки в странах, которые проходят процесс индустриализации. И есть, как бы, ну, в кавычках экономические резоны, да, для того, чтобы построить магнитку, вам надо было... Или там здание Московского университета, вам нужно было много бесплатной рабской рабочей силы в виде ЗКОВ, да. Собственно, ведь так же была сделана индустриализация в Советском Союзе. Вот, рабской силой. Так что, нет, я не думаю, что этот сюда уйдет. Но сопротивляться надо, конечно, надо обязательно. А власть стремится к этому, к тому, чтобы прийти к какому-то более закрытому и жесткому режиму? Или они даже, ну, не думают? Это не вопрос, стремится ли нет. Это вопрос того, что, естественным образом, происходит ослабление Путина и усиление основных групп влияния вокруг него. Путин сам виноват. Он какое-то время понимал, что нельзя складывать яйца все в одну корзинку, и поэтому пытался балансировать. И отсюда были так называемые либералы в правительстве, там, силовики и так далее. И вот он как бы между ними все время пытался балансировать. А после того, как он принял решение, что из власти он не уйдет никогда, что произошло осенью 2011 года, о чем, когда они с Медведевым объявили, что меняются местами и Путин возвращается в Кремль, и все, стало понятно, что Путин будет возвращаться до тех пор, пока его оттуда тем или иным способом не вынесут. Вот тогда он оказался совершенно заложником силовой группировки, и мы это видим, насколько она активно действует, и насколько она проламливает свои решения, в частности, арест братьев Магомедовых, вне зависимости от того, насколько правда ли и неправда, то, что ими инкриминируют, но то, что вся группа суммы объявлена одной преступной группировкой, это, конечно, сильно. Вот вам классический пример, когда не Путин уже принимает решения, а ему эти решения навязывают, и дальше этого будет больше. Он будет все больше и больше, а Путин все больше и больше будет терять силы, все больше будет набирать силу группа силовиков, или правильно их называть, чекистов. Мы сделаем небольшой перерыв на новости, это особое мнение Евгения Альбац, и после новостей мы вернемся к нему. Нужен хороший юрист или адвокат? Вы меня остановите, вы меня остановите. Я начинаю, я говорю о том, что мне интересно. И в какой-то момент я забываю, я забываю о том, что вы меня... Это такой авторитет, я заслушался. Это не авторитет, интересно просто, авторитет-то, конечно, тоже, но просто... Это я просто, я про это все время думаю, Майки, я все время про это думаю. Ну, просто сложно искать мотивацию для какого-то сопротивления, для чего-то, когда это реально большие процессы, когда это тренды, когда ты видишь, что происходит в США, когда ты видишь, что происходит в Китае, и уже непонятно, куда смотреть, чтобы черпать какую-то мотивацию. Дети. Я считаю, что мотив один. Дети. Понимаете, вот я всегда хотела, чтобы моя дочь жила в демократической стране. Понимаете, вот я хотела бы, чтобы мои внуки росли в демократической стране. Вот мне кажется, что это очень понятная цель. Я убеждена, что там для Алешки Навального, вот он... Ведь, понимаете, это же вопрос в том, что не хочется отсюда уезжать. И я думаю, что для него мотив, чтобы Даша и Захар жили в демократической стране. Это ужасно сильный мотив. Понимаете? Потому что ты всегда хочешь, чтобы дети твои жили лучше, чем ты. Вот я думаю, никакого другого мотива быть не должно быть. Но во многих, во время многой, так сказать, борьбы, во многом молодежь очень активно действует. Да, там университетские протесты, когда все сейчас началось. А у них-то детей-то пока нет. Ну, у многих из них. У них есть пассионарность. Политика безумно сексуальна. Безумно сексуальна. Это любовь. Это как любовь, понимаете. И как раз молодые люди, как известно, в странах, в которых... Это то, что Катя Шульман называет демографическим навесом. В странах, где много молодых людей, как, например, было в Египте во время арабской весны, в Тунисе меньше, а вот все равно в арабских странах, где очень большая рождаемость. Вот это, собственно, то, что спродуцировало арабскую весну во многом, да. Потому что появляется много молодых людей, которые хотят другой жизни, чем жизнь, которая была у их родителей. Которые просто хотят социального лифта, хотят, чтобы их не сажали по этим тюрьмам, не били палкой по голове и так далее. Потому что, конечно, когда человек обрастает семьей, домом, собственностью, это все веригия. Конечно, Ганди же был прав, что... Ой, я вот это обожаю, этот фильм, кстати, Ганди. Я иногда, когда совершенно теряюсь и не понимаю, вот как все это выйдет. Я смотрю, Ганди, я совершенно не являюсь, так сказать, его в этом смысле приверженцем. Но вот эта сама идея, что нужно от всего освобождаться, потому что это дает тебе свободу, в том числе свободу для протеста и сопротивления. Это, конечно, очень важная история. И у молодых людей нет, они не обременены еще, понимаете. Почему реклама так работает на молодых? Потому что молодые люди еще не откладывают деньги. Они себе сколько заработали, столько прогуляли. И поэтому им и надо в это, так сказать, всунуть по полной программе. И политика, вот это такой же товар, который... Но в политике еще сексуальный безумный товар. Джинсы не могут быть сексуальными, да? А вот политика – это безумно сексуальный товар. Я так думаю. Ну, получается, все не так безрадостно. Для тех, у кого есть дети, дети – мотиватор, а для молодежи – сам факт молодежности. А, нет, это возможность изменить мир. Майкл на камеру лампочка зажжется. Майкл на камеру. А тебе представляют программу «Особое». Какое еще, чем нет, не надо смотреть на это. Это программа «Особое мнение». У микрофона Майкл Найки. В студии у нас сегодня главный редактор журнала «The New Times» Евгений Альбац. Мы как раз перед перерывом начали говорить про Магомедовых и группу «Суму». И как раз многие сейчас пытаются понять, что это такое. Кто-то говорит, что это просто какой-то передел, что атака на либеральный блок, утверждают другие. Вам, как кажется, это их дело, их арест – это что? Я думаю, что, безусловно, там несколько факторов. Это и борьба за Новороссийский порт, потому что это очень вкусный кусок. И этот порт, сколько же, 30 лет бесконечно за него идет борьба, а вокруг него много кого убивают. Безусловно, и это. Но я думаю, что самое важное – это, конечно, выбивается подпорка из-под Недведева Дворковича, поскольку братья Магомедовы и группа «Сумы» – это так называемые «медведевские олигархи». Для меня нет никаких сомнений. И то, что саму операцию проводил Иван Ткачев, который возглавлял службу в управлении экономической безопасности, так называемая «шестая служба». Эта «шестая служба» у нее другое название – «Сечинский спецназ». Когда Игорь Иванович Сечин был вице-премьером российского правительства, то он, естественным образом, вкладывал ресурсы в ФСБ, в том числе в ФСБ. И вот была создана вот эта вот очень хорошо обеспеченная «шестая служба», которую долгое время возглавлял генерал Феоктистов, которая арестовывала всех известных, все самые знаковые дела – это все «шестая служба». И то, что именно «шестая служба» проводила, то есть, что именно Иван Ткачев и его люди, по-моему, он сейчас уже генерал-майор Ткачев, проводила задержание Магомедовых, и тоже указывает на то, что концы надо искать ведомости Игоря Ивановича настоящего. Не секрет, об этом много уже говорили, что Сечин хотел бы получить пост премьер-министра. Я много раз слышала замечания «вот, Путин на это никогда не пойдет, он же и так далее». Вот я думаю, это очень сейчас интересный тест, безумно. Майки, вообще с точки зрения политической науки, безумный интерес. Потому что, если Путин так и назначит Сечина главой правительства, это значит, что трансформация режима не идет, она завершилась. Что персоналистский режим, который был у нас в основном в предыдущие годы, абсолютно трансформировался в корпоративистский режим, и Путин не более чем фронтмен чекистской корпорации. Вот тогда можно говорить, что, собственно, вот этот цикл трансформации закончился. Корпоративистские режимы живут немножко по другим законам, чем персоналистские. У них есть свои плюсы и минусы. Среди плюсов то, что они более предсказуемы, чем персоналистские. Так что, для меня кажется, что очевидно, что вся эта история вокруг Магомедовых, это прежде всего связано с борьбой за правительство. И я думаю, что это не первая история, которую мы увидим. Я думаю, что в ближайшие пару месяцев будет еще несколько подобных историй. Поэтому я думаю, что сейчас срочно пакуются чемоданы. Те, кто еще не уехал, я имею в виду людей, которые контролируют большие ресурсы, от греха уедут и правильно сделают. Я бы, конечно, советовала всем тем, кто обладает ресурсами, которые могут заинтересовать Игоря Ивановича и людей из чекистской корпорации, я бы им искренне советовала сейчас где-то со стороны наблюдать за процессом. А почему, собственно, со стороны действующего лица, который многое определяет именно Владимира Путина, мы не видим каких-то попыток то ли вмешаться, то ли рассудить? Ведь многие пишут о том, что вот этот персоналистский режим, который он построил и пытается удерживать, он во многом на нем самому держится. Должна же у него быть какая-то мотивация, чтобы его удержать? Майки, я вам уже минут 40 примерно говорю о том, что в России идет трансформация режима. Я даже на эту цель работу написала. Нет, он не может. Понимаете, он ведет борьбу за выживание. Это все, знаете, сопротивляться, это все хорошо в демократиях. А когда у вас авторитарный режим, то ведь одна из причин, почему и рушится авторитарный режим, заключается в том, что в какой-то момент издержки для диктатора могут становиться избыточными или для его окружения становятся избыточными. Когда окружение начинает бояться, что он тут сейчас всех перестреляет, то в какой-то момент оно использует табакерку, подушки или более цивильные способы, как отправить президента Туниса доживать свой век в Париже. То есть происходят дворцовые перевороты, куда-то, и диктатора убирают. В какой-то момент для диктатора издержки могут становиться очень высокими, и тогда он начинает почти бесконтрольно уничтожать элиту. По-разному бывает, по-разному бывает. История латиноамериканских стран, она нам дает многие варианты. Вот, например, любимый мой пример, Бразилия в 40-х годах, когда был уже объявлен преемник, преемник все ждал, 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 когда же президент, наконец, уступит ему место. А президент никак не мог от этой соски под названием власть оторваться. И вот, и в какой-то момент тот самый преемник, значит, любимый, как это сейчас было, кстати говоря, в Зимбамфе, вот ровно то же самое, сказал, нет, ну так это невозможно, мы так не договаривались, уже прожил там, не знаю, там 10 лет или сколько, и совершил переворот. Ну, ты, значит, его отправил, да. Так что, вот, Путин ничего, если моя гипотеза справедлива, а как всякий человек, который с какой-то гипотезой работает и думает про нее, я думаю, что она довольно хорошо подтверждается реальной жизнью, то Путин ничего сделать не может, он принимает эти условия игры, потому что это вопрос выживания его и его семьи, это все очень серьезно для диктатора. Вам кажется, что вот он обладает такой невероятной властью, он обладает властью, вот, там, снять Венедиктова он может, а вот снять Сечина не убеждена. Понимаете, поэтому, поэтому у него есть большие свои ограничители, и поэтому все эти разговоры, вот, он не может позволить такого усиления Сечина, мы видим, весь 17-й год, мы видели, что все, что Игорь Иванович Сечин, надо отдать должное, мужик с яйцами, все, что он хочет, он этого добивается. Вот, захотел башнефть, получил башнефть, захотел, чтобы приватизировать Роснефть, значит, с использованием бюджетных или ресурсов государственных банков, и вот, значит, это все проделывали. Захотелось получить на российский порт, поверьте мне, получит. Станет ли он при этом представителем правительства, вот это безумно интересно будет увидеть. Ну, и раз уж мы заговорили о службах, о силовиках, тема не столь обширная, но при этом широко обсуждаемая, это тема противостояния Роскомнадзора ФСБ и Телеграма. Ее очень серьезно обсуждают, и многие, вот, гадают, завтра истекает, собственно, срок, который дали Телеграму на то, чтобы предоставить ключи шифрования. Они, в свою очередь, говорят, что никаких ключей у них, в принципе, нет. В этот раз, как вам кажется, все серьезнее, чем раньше, когда было, там, учитывая подключившиеся ФСБ, суды и прочее, или все это опять ничем не закончится, а Роскомнадзор сделает вид, что так все и задумывалось? Все серьезнее, в том числе и потому, что это финансовый ресурс. Туда в Телеграм стали вкладывать деньги, у них идет это ICL, и они поднимают с рынка серьезные деньги. Поэтому я думаю, что с Дуровым идет торговля еще и по этим линиям тоже. Тут вопрос очень любопытный, как Дуров на самом деле поступит, потому что если вы присутствуете, как я, мне довольно часто приходится бывать на всяких семинарах журналистов-расследователей, специалисты по интернету говорят, вот, пользуйтесь сигналом, пользуйтесь WhatsApp, а с Телеграм надо все-таки быть осторожными. И одна из причин заключается в том, что Дурова все время подозревает в том, что он ведет какие-то переговоры с российскими ФСБшниками. Поэтому, конечно, для Дурова это вопрос капитализации компании. И он, мне кажется, не может себе позволить прогнуться. С другой стороны, я вот сегодня прочитала интервью Павла Чикова из «Агоры», которая, в частности, представляет интерес, насколько я понимаю, Телеграма. Он говорит о том, что даже если будет блокировка Телеграма, то сначала Телеграм потеряет примерно 70% своих пользователей в России, но Россия – это очень маленький рынок. Мы же знаем, больше всего Телеграма пользуется в Иране. И, в общем, потом это все равно вернется примерно, отскок будет, и в результате потери Телеграма будет 4-6%, если он будет заблокирован в России. Так что это очень любопытное наблюдение. Я бы всем советовала прочитать Чикова, он человек очень разумный. Но посмотрим, я думаю, что, конечно, либо будут договариваться, либо будут прогибать, либо Телеграм будет заблокирован. Я вам скажу, вот огромное количество каналов, надо просто людей предупреждать. Я тут стала отсматривать вот эти всякие популярные политические каналы. Количество параши, слива и абсолютно недостоверной информации абсолютно зашкаливает. Просто абсолютно зашкаливает. Доверять тому, что идет по этим Телеграм-каналам, конечно, нельзя. Ну, только если вы не знаете, что этот Телеграм ведет вполне конкретный человек, у которого есть допуск информации, и ему можно доверять. Все эти анонимные каналы, конечно, за пределами добра и зла. А почему у вас есть какая-то версия, почему так прицепились к Дурову, из-за того, что уже получилось отжимать ВКонтакте, или из-за того, что сложно прицепиться к Ватсапу, который тоже самое дело-то не представляет ключей? Они пытаются инкорпорировать все. А в тоталитарных режимах, у них принцип не убить, как в тоталитарных режимах, они инкорпорируют структуры, где государство, внутрь себя. Таким образом конкурируют, таким образом иметь контроль. Они контроль-фреки, авторитарные режимы. Поэтому они инкорпорируют партии, они инкорпорируют организации, они инкорпорируют людей, и, конечно, они будут инкорпорировать компании, связанные с интернетом, потому что это та последняя зона свободы, где люди могут обмениваться информацией. Они отлично понимают еще со времен советской власти, главный ресурс советской власти была информация. А у этих же ребят, помимо нефти, конечно, номер два – это информация. Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение». У нас в гостях был главный редактор The New Times Евгений Альбац. Я напомню, что можно найти в выпуске The New Times и свежий различный материал и аналитику на сайте newtimes.ru. Вел эфир Майкл Наки. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спонсор программы ООО «Юридическая социальная сеть» 93.1.ру. Читайте и размещайте отзывы о юристах и адвокатах в юридической социальной сети 93.1.ру. Красненькая. Вот тут красненькая. Да-да-да. А почему вы говорите The New Times, а не The New Times? Ну я уж, мы русифицированы. Да ладно, ну нельзя говорить The. Люди же изучают английский, они должны знать, нет никакого The. Да? Стараюсь поправиться на случай. Спасибо, Майкл. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok